Всем привет, друзья! Это Мабет с Мезодорсения. Рома, привет! Огромная видеотека, да? И вы можете к нам обратиться за ставочками, если вам это нужно, конечно же, мы подумаем, да, и вариантик подберем, если какая-то одна вам ставка нужна, или пакет ставок может быть на этот турнир, или месячная рассылка ставок, результаты есть на верификаторе, и очень неплохие. И, конечно же, присоединяйтесь к нам, черт возьми, на стрим, я всех приглашаю, Агрессив Лайф называется канал, в описании ссылка, мы будем смотреть, мы будем лавить, и когда я говорю, да, что мы лавим, мы хорошо лавим, это значит, что вы можете в целом при желании за нами повторять, потому что мы перед каждой ставкой говорим, что я сейчас беру вот это, там, под такой-то процент, такой-то кэф, каждый при желании может повторить, это не какое-то хвостовство плюсовыми ставками, да. Так что присоединяемся, да, в стримерский канал. Ну и, собственно, каждую неделю у нас голосование на стене, если что, переходим в воскресенье-понедельник, да, и выбирайте бой, который вы хотите, чтобы мы разобрали, на этом неделе вы выбрали Кумен-Ивент, мы его разобрали, и так будет каждую неделю, так будет с каждой неделью, да. Ну а сейчас про очень интересный реванш, где сенатор сейчас будет, наверное, объективен, а я не объективен, хотя я думаю, что сенатор не объективен, потому что ему как раз-таки нравится, что на мале. Так что сейчас будет два необъективных, да, две необъективных аналитики, можете в целом закрывать ролик уже, если вам нужна была нормальная аналитика, да. Я еще подумал об этом вначале с самого. Ну, а вообще, бой, конечно, ну, не настолько односторонний, как может показаться, потому что чисто вот технически Вера очень удобный для Шону Майли. Но если картину боя брать целиком, да, и по пять раундов, то Вера это неприятный соперник для Шону Майли, да, оказывается, потому что Вера это такой человек, который может накапливать урон, ну, пока что, можно сказать, без последствий для себя, да. У него классический блок, да, он там где-то по лбу, где-то там по местам, там, скулом где-то пропускает, но ему это особо не заботит, да. Вот. Ему главное нанести какой-то урон, вот. У него прекрасные кики, да, его точность, она прям не очень, да, но его кики, они прям хороши, да, то есть он и по ногам лупит, и отлично попадает в корпус, сводит на нет дыхание, да. Ну, как бы руки тоже интересные, у него, причем тайский клинч достаточно тоже хороший, и он, кстати, хорошо одну руку именно контролирует у сетки, ну, много у него моментов бывало, когда он там из боку, и этот, несколько ударов сразу засаживал, да. То есть этот момент интересный, но, опять же, вот берет, например, приходит Кури Сан-Хаги, и просто отваливает его нахуй, просто вот, ну, не чувствует. С другой стороны, есть Доминик Круз, который побеждал его по очкам, да, и в целом, ну, эти бойцы, они в чем-то похожи на Шону Майли, да, только Шону Майли в последние года именно практически, ну, намного меньше. стал бить ногами, он сейчас в основном прям на руках сконцентрировался, хорошо двигается, но, опять же, пофиксил ли он лоу-кики, но в целом, поставил получше. По большому счету, по большому счету, не очень, да, вот, но только ли в лоу-киках проблема, скорее всего, нет, да, потому что, ну, если у тебя отвалилась нога, это же не проблема одной ноги, проблема тела в целом, да, что у него там происходит, это вопрос, плюс это не единожды случалось, да, это, мы помним, там, бойцы с Сукам-Татом, он у всех перед глазами, всех на слуху, как минимум, да, Педро Мунис засаживал в свои лоу-кики, он, в принципе, ими славится, но ногу не смог выключить, тем не менее, попадал, да. Вот Марон Вера, боец, конечно, опасный, но у него вся опасность заключается исключительно в киках, то есть, фронт, там, да, миддл, лоу, ну, и в целом, то, что он давит, это интересно. Опять же, давил ли он Сумайли? Нет, он особо не давил. Он был то вторым номером, то в какой-то равновесной ситуации, то есть, как он будет работать в этом бою, это прям, ну, загадка, да. А как будет работать Сумайли, ну, скорее всего, аккуратно, скорее всего, через джеб, скорее всего, засаживая двойки, скорее всего, обманывая, но, опять же, его вольготная работа, она как раз-таки оставляет простор для того, чтобы, например, тоже ногу ему отбить. С другой стороны, опять же, он продолжает принять грэплинг, да, и, то есть, с Аужеменом Стерлинга, например, мы видели, что у него уровень клинча, а он прям вышел на новый уровень, да, то есть, он его и свипал, он и расцеплял его руки, ну, то есть, прям, хорошо глядяло, поэтому, предсказать прям поединок сложно, но, вообще, мне почему-то кажется, что бой может дотянуться вполне, Романович. Ну, если предположить победу у Мали, то затянется, скорее всего, потому что, учитывая, вера, почему-то какая-то деревянная голова, не знаю, почему, она большая, она деревянная, знаешь, и даже учитывая, что он и пропускает, да, по ней постоянно, ну, держит он довольно-таки хорошо. Ну, опять же, Марлон Вера, это такой чел, который, как и Петр Ян, да, анализирует, анализирует, да, и потом постепенно только начинает работу. Я думаю, что именно поэтому, вот, в первом бою с Амали, там же все, в первом раунде закончилось, именно поэтому не было там давления от него, потому что он зачастую, он же постоянно сливает первый раунд, это просто фишка для него вообще нормальная, слить первый раунд и потом начать работать. А иной раз начинает поздно, да, как с Санхагеном, помните, в пятом раунде чел включился. Ты что думаешь, 10 раундов будет? Или сколько, 8? Но в любом случае, кардио у Марлона Вера позволяет, да, ему работать все 5 раундов, у него оно вполне себе вменяемое. Действительно, очень жесточайшие кики, что мне, кстати, в крайнем поединке с Педро понравилось, очень хороший джеб у него появился, он просто все лицо расколотил Педро Муни с этим джебом. Я вот при пересмотре, там же, знаешь, когда смотрели, многим показалось, что выиграл Педро, эти буллщитнули, да, Тайсона, ой, Тайсона Педро, блядь, Тайсона Педро буллщитнули на прошлом турнире. Когда просмотрели, кстати, о! Да, ну, этого, Педро Муни за, да, вот, ну, многим показалось, что, вот я пересмотрел, мне показалось прям вообще уверенная победа Марлона Веры. Ну, типа, ну, он проиграл первый раунд, да, но со второго уже наступил перелом, второй он уже забрал, и третий он уже просто задоминировал. И вот как раз-таки джебы там очень серьезную роль сыграли. Они не давали этому Педро Муни за развернуть его лоу-кики, знаешь, он же любит вот эти лоу-кики свои накидывать. Они у него рели жесткие. А вот он джебом, ему постоянно, постоянно, только вот он подойдет, он ему раз джеб у нас прилетает, он такой, ладно, я не буду сейчас бить лоу-кики, отойду пока. И вот это вот происходило. Вообще неплохая работа, кстати. Вот, и у него в целом, вот, я не скажу, что он какой-то суперумный боец, да, особенно по интервью и по некоторому поведению в боях, да. Девянтно. Да, да, но вот некоторая именно технически интересная работа есть, какая-то прикормка под удар, да, чтобы вывести человека под свой хороший удар. И что мне нравится, да, он рассказывает в интервью, что они именно вот с тренером разбирают, да, бойца и смотрят, какой ему потом залетит удар хорошечно и отрабатывают. Ну, это прикольно, да. Ну, и, конечно, стоит заметить, что вообще-то как бы там и джиу-джитсу присутствует, у него черный пояс, если что. И, ну, не особо видно по боям, что он любит это применять, но вообще раньше, да, изредка он это применял. И я думаю, что может он это применить, если это будет нужно с Шоном Амайли. У него прекрасная в крайнем бою была защита, но это первый раунд. Это первый раунд. Вот, если вдруг бой затянется, и он будет, например, в третьем, четвертом, пятом, и когда уже Вера будет больше давить, он в поздних раундах всегда больше давит, то я не уверен, что там будет отбивать Амайли все легко, переводы, если вдруг Вера захочет их делать. Там уже, возможно, некоторые уставания. И плюс мы видели, когда была сложная работа у Амайли с тем же Петром Яном, ну, он очень уставшим в третьем раунде смотрелся, прям очень уставшим. И тут еще вопрос, каким он в четвертом, пятом будет после сложной работы. Вот. И это учитывая, что Петр Ян, как обычно, тоже анализировал, да, практически весь поединок. Вот. Ну, опять же, первый бой я лично для себя сильно не беру в расчет, да. Я не говорю, что он там Марлон Вера уничтожил, да, поломал. Нет, он уничтожил в партере. Ну, вот случилась травма, и из-за этого перевод и в партер случился. А так-то, конечно, Вера действительно очень жесткий мужик, да. И мы видели, что дай ему возможность, он из гарда забьет так, что мало не покажется. Ну, абсолютно финишер, абсолютный такой чел, у которого всегда есть шансы. И, конечно же, лично для меня, когда вот я открываю, смотрю, такой, так, Шону Мали, так, обновляем страничку, 1,36, да, в Пинкле. И 3,25 Марлон Вера. Я не знаю, то ли я сильно, очень сильно предвзят, но я смотрю и думаю, это вообще законно такие кэфы выставлять. Ну, нет, я понимаю, знаешь, если бы это был там бой на РНТВ на руках, да, ну, хорошо, типа без партера на руках, да, ну, ладно, хорошо. Ну, бой же не на руках, и бой же не трехраундовый, бой же пятираундовый. Мне кажется, все-таки Вера здесь поинтереснее смотрится, но я не призываю никого, друзья. Вы, конечно, думайте своей головой. Я считаю, что Вера жесткий мужик, и мне кажется, своим некоторым напором, если он его будет делать во второй половине боя, вначале я уверен, что он не будет давить, к сожалению, да, он так никогда не делает, своим некоторым напором, своей большей разносторонностью, своими киками, мне кажется, что все-таки переломит он Шона Амали, потому что Амали, я не думаю, что он готов к какой-то сложной, жесткой работе. В первом бою, да, жесткую работу в партере он даже близко не пережил. Я здесь буду болеть за Марлона Веру. То есть ты думаешь, что он может его еще перевести в партер? Да, в поздних раундах, я думаю, что будут переводы, если он захочет. Типа как с этим было, да, с Едонгом? Да, да. Типа там и скринча, подсечки. Я думаю, что в начале, если захочет, он не сможет. Просто не сможет. То, как защищался Амали, это... А Амали сможет перевести? А может быть, Вера же не защищается от переводов. Он же вообще не парится. Ну да, вот бой, с точки зрения, как пройдет, он реально интересный. То есть, в целом, для Амали, ну, наверное, стоило бы просто забить хуй бы на этого Марлона Веру. Потому что, ну, неприятный просто поединок. То есть ты его побеждаешь, человек на, ну, так скажем, на победе, но не на победной серии. Да, то есть он вот вчера проиграл Крисом Хагину, условно. Был щитом. Вот. Ну, то есть, как бы вот он проиграл, ты вот вроде можешь его выиграть, а можешь ему проиграть. То есть ты ему проиграешь, ты теряешь титул, да, ты еще и второй раз проигрываешь ему. То есть, ну, это вообще, прям, не очень, да. Ну, видимо, так вот триггернуло его первое поражение. Тем более, там локти прям были мощные, прям реально мощные, да. То есть, одно дело, что ты там думаешь о ноге, как бы не сориентировался, там что-то пытаешься придумать. Тебе тут бам, бам, и ты все, держишь. Ну, там, по сути, нокаут был. Нокаут, нокаут был, да. То есть там, по сути, вот Шану Майли, да, вот он там травм, не травм. Просто ему мало лет, ему там сколько, 29, и нокаут был не тяжелый, ну, типа, не глубокий, ну, удар был летальный, удар был летальный, и он, по сути, был в нокауте. Единственное, что не в глухом, да. Но, опять же, это было четыре года назад, вот. Маруну Верий сейчас, ну, по сути, они ровесники, да, 31 год, ну, он там нормальный, то есть нормальный, дышит нормальный, и он до сих пор принимает нормально, да, то есть, да, там. Тем более, что у него из последних боев-то особо и не было людей, которые реально ему могут накрубанить, да, там, ну, по драмунице, староват. Кури Санхаген не пытался, да. Ну, Доминик Круз попадал, ну, опять же, там такие шлепки, что... Горох, горох это был. Горох, да. Опять же, тут еще ментальная сторона, да, может вмешаться, что, что, ну, Майли может подумать, я хочу тоже досрочно победить, да. А вот если вот это произойдет, да, вот тогда, тогда, тогда с ним может эта мысль сыграть такую злую шушку, да, что больше уже не встанешь. Потому что рубиться Марлон Вера любит, да, ему, и его ресурс позволяет, да, потому что мы помним, например, с тем же Едонгом Сонгом, сколько там было вывышенных ударов, сколько там было замесов в клетке, в... Около сетки, да, при том, что Едонг Сонг на коротких дистанциях, ну, ну, не могу сказать, что там лучше у Майли, но он поинтереснее, да, он более взрывной, именно коротких дистанциях боец. Ну, в общем, интересно, как бойцы подают к этому, как Вера будет готовить кики, как он будет работать в целом, как у Майли будет защищаться, как он будет работать, тоже интересно. Ну, в целом, оба могут победить досрочно, а это значит, что есть у Майли будет защищаться. Ну, вообще, знаешь, я думаю, что есть все равно шансы у Майли досрочно в игре, просто по той причине, что он очень точный боец. Ну, как говорил Классик, да, точность бьет мощь, если я не ошибаюсь, именно так, да, Коннор говорил, тайминг бьет скорость, а точность бьет мощь, ну, соответственно, тут, ну, у него рили, у него прям точность, у него прям снайперская такая. Поэтому я не буду удивлен, если он где-то именно как снайпер, да, стрельнет. Ну, в целом, конечно, не сильно в это верится, не сильно верится. Ну, да. Все, пишите мнение в комментариях. Бой интересный, все разборы в бойцовском клубе, все ставки в Телеграм-канале, чтобы обратиться, можно по ссылочке в описании и в личку Телеграм. Телеграм или ВК. Всем пока.